Создатель трехмерных рисунков на асфальте, житель Волгограда Филипп Козлов, или, как его называют художники во многих странах мира, Филиппензе, приступил к реализации своего нового проекта. На верхней террасе центральной набережной Волгограда он решил не просто украсить колодезный люк, но и привнести внутренний смысл в свою будущую работу. Какой, рассказывает Филипп, нисколько неохотно, сколько с интригой, мол, сами увидите, когда закончу. Но рассказал волгоградский Мадонари, как называют 3D-художников, почему именно этот люк стал коммунальным объектом будущего арт-объекта. Из этого сначала родилась идея представить колодезный люк в виде грамм-пластинки, дорисовать какие-то элементы управления, патефон или современного проигрывателя. А затем, спустя какое-то время, у меня в голове родился полноценный сюжет для трехмерного рисунка. Это сцена, где задействован такой персонаж, как работник ЖКХ. Он непосредственно на месте аварии, лежит в разломе асфальта и слушает музыку грамм-пластинки, той самой, которую представит из себя в результате люк под красками Мадонари. Картина называется «Коммунальная рапсодия». Для кого-то это будет просто такой интересный сюжет, нетривиальный, потому что нечасто у нас такие простые работники, труженики являются героями каких-то картин, каких-то произведений искусства. А для кого-то это будет сюжет на злобу дня, потому что все знакомы с проблемами в сфере ЖКХ в нашем коммунальном хозяйстве. Помогает художнику ассистент Дарья. На вопрос, как получается создавать трехмерность изображения на плоской поверхности, говорит, что этот метод известен лишь истинному мастеру. На самом деле для меня это тоже загадка, как все это потом реализуется на асфальте, так что это выглядит потом объемно, реалистично, но под руководством опытного художника все получается. Мне дают указания, я им точно следую, вот и все. Прохожие ждут результаты и говорят, что надо дать в Волгограде больше воли таким художникам не только для самовыражения, но и для общей пользы. Делают город красивее, почему нет? Не просто люк такой серый, незаметный, а что-то красивое рисуют. Да и на обычных сетейных жилых домов, которые также серые, облезлые, почему бы нет? Рисунок, если не помешают проливные дожди, будет готов к среде на этой неделе. Следующие проекты Филипп Козлов, Филипп Энза будет реализовывать во Флориде, где Мадонари всего мира будут бороться за право попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!